Всем привет дорогие друзья! С вами Маракаси. Сегодня хотел бы показать вам свой набор перков и оборудования на разных танках. Буду показывать только те танки, на которых много уже перков и где я уже примерно определился с выбором. Итак, начнусь со 6. Правда у меня тут некоторые члены экипажа пересажены с ПТ. Например, тут есть наук злопамятный, он нужен для ПТ в основном. И, в общем-то, я его наверное уберу потом. Но маскировку и ремонт я решил именно брать на ИС-6, потому что он не такой большой. Во-первых, маскировка ему будет помогать. Хотя и боевое братство тоже отлично работает на этом танке. Увеличивает ДПМ и все понемногу. Но, в общем-то, пока вроде катаюсь так и не жалуюсь. Статистика нормальная. У меня на этом танке также взял Виртуоз, потому что ИС-6 он медленно поворачивается. И взял Отчаянный, потому что, когда мало ХП остается, еще сделать меньше перезарядку. Это довольно-таки круто. Переходим к другому танку. Дальше у нас идет отличный танк. ФЦМ 50 тонн. На нем очень важен набор перков и оборудования. Лучше всего из оборудования ставить именно досылатель и стабилизатор в вертикальной наводке. Третьим оборудованием можно взять или вентиляцию, или просветленную оптику. Но просветленная оптика, она в основном нужна, если у вас нет перков на обзор. Если есть и такие перки, то лучше вентиляцию взять. Потом из перков важно всегда прокачивать первым же делом ремонт, потому что танк долго чинится. И если ему сломать гуслю, то он очень уязвим. Потом нужно обязательно брать лампочку. Без нее просто невыносимо на ФЦМе играть. И Орлиный Глаз тоже хороший перк для этого танка, потому что у него 400 метров обзор. И его нужно улучшать, особенно если вы не пользуетесь просветленной оптикой. Потом плавный поворот башни, конечно же, для того, чтобы уменьшить разброс. Хотя, может быть, у кого-то другое мнение. Но я лично ставлю плавный поворот башни. Потом четвертым перком у меня стоит маскировка. Но пока что я еще до конца не решил. То есть, вы видите, у меня только у трех членов экипажа есть маскировка. Но лично я начал понимать, что маскировка, в общем-то, в целом серьезно помогает в игре. Даже несмотря на то, что танк большой. А потом, ну как вы видите, конечно же, боевое братство есть. Но я его вам советую ставить, если у вас есть три перка. То есть, потом только боевое братство. Оно в целом помогает. Позволяет быстрее перезаряжаться. Точнее, стрелять. Но и в целом понемногу помогает. Потом король бездорожья есть. Чтобы, например, по пересеченной местности быстрее проезжать и заезжать противником в тыл. Потом, ну что у нас тут еще есть, конечно, радиоперехват. Отличный перк, который увеличивает обзор. И в целом это будет не лишним. Потом у меня есть бесконтактная боеукладка. Ну, потому что я считаю, что я в цену часть. Все-таки боеукладку ломает, хотя кто-то считает по-другому. Ну и у заряжающего у меня есть маскировка, опять же. Ну, можно вместо маскировки взять, например, отчаянный. В общем-то, такой вот у меня набор. На FCM у меня статистика неплохая. В общем-то, думайте сами. Возможно, что-то из этого, из этих перков вы себе выберете. Ну, по крайней мере, обязательно прокачайте ремонт и лампочку. Это я 100% уверен, что на FCM это нужно. Дальше у нас идет отличная, очень мощная ПТ-шка Т110Е4. Для нее я очень долго подбирал оборудование и перки. И остановился вот на таком вот варианте. Обязательно нужно брать усиленные приводы наводки и дослатить. Также я беру улучшенную вентиляцию, которая хорошо работает с боевым братством. И уменьшает время перезарядки, что в целом крайне полезно. Но можно также взять просветленную оптику или стереотрубу вместо вентиляции. Обзора лишним не будет. Из перков первым делом нужно всегда прокачивать ремонт на 100%, потому что без ремонта вас может любой противник легко закрутить, несмотря на то, что у вас есть башня. Потом нужно обязательно прокачивать лампочку. Конечно, без лампочки вообще на ПТ лучше не играть. Потом я взял боевое братство. Этот перк, как я уже говорил, уменьшает время перезарядки, а также с ним вы быстрее сводитесь и быстрее ездите. Но это все по чуть-чуть. И в целом оно как бы не сильно влияет, но помогает все-таки. Потом я взял перк маскировку. Кто-то скажет, что ПТ-шка большая и маскировка не дает особенно пользы. Но я считаю, что с маскировкой гораздо лучше получается играть. По крайней мере у меня. И в общем-то этот перк помогает действительно больше дамажить. Потом поставил плавный поворот башни, потому что все-таки, когда вы поворачиваете башни, там огромнейший просто разброс идет. Потом взял радиоперехват, чтобы улучшить обзор. В целом обзора 400 метров хватает, но иногда все-таки нужно и больше. И если у вас нет просветленной оптики, то радиоперехват обязательный. Потом взял виртуоз, чтобы быстрее крутиться, и вас какой-нибудь танк не закрутил. Хотя и так вас закрутит, если собьют гусеницу. Но все-таки виртуоз полезен. Потом взял заряжающему первому пожаротушение, ну потому что больше в основном нечего взять. Но я бы еще взял бы, наверное, вместо пожаротушения отчаянный. Но это у второго заряжающего. Я просто потом возьму, уберу. Именно пожаротушение поставлю вместо маскировки отчаянный. И потом в конце у меня будет маскировка не на 100%. И вот такой вот набор перков у меня. Следующий танк Батшетельон 25 тонн. На него я обязательно поставил маскировку. И ремонт. Ремонт помогает, ну в целом, быстрее чиниться, что для среднего танка тоже довольно важно. Потом маскировка помогает меньше светиться, потому что все-таки батчат он маленький. И маскировка действительно дает отличный прирост. Но также некоторые ставят боевое братство. Но пока я решил именно с маскировкой покататься. Потом поставил плавный поворот башни. Потому что очень долгое сведение у этого танка. И плавный ход. Потому что опять же стабилизация ужаснейшая у Батшетельона. И плавный ход он помогает хотя бы как-то стрелять на ходу. Ну и лампочка, куда же без нее. Тут у меня оборудование на других танках. Но чаще всего я ставлю стабилизатор вертикальной наводки. И вентиляцию. Потом еще третьим просветленную оптику. В общем, такой вот набор на Батшете. Переходим к следующему танку Т-34. Тут я ставлю из оборудования досылатель и стабилизатор. Раньше третьим оборудованием ставил приводы. Но, наверное, сейчас буду ставить улучшенную вентиляцию. Из перков тут в первую очередь у меня есть боевое братство. Ремонт. Потом лампочка. Ординный глаз, чтобы улучшить как-то обзор. И мастер на все руки. Вот такой вот набор. У меня тут самый скиллованный экипаж. Сейчас он сидит на Т-110Е5. У наводчика у меня тут боевое братство. Плавный поворот башни, ремонт, маскировка. Мастер-оружейник. Это так уже от того, что нечего тут больше брать. Потом у механика Виртуоз. Также есть плавный ход. В общем-то, вы видите, что на многих танков у меня почти похожие перки. Но потому что я считаю их нужными. И, в общем-то, стараюсь их ставить на все такие свои любимые танки. Вот насчет бесконтактной боеукладки я еще на 100% не уверен. Но вроде бы, мне кажется, она даже для Т-34 помогает. Но в целом тут и ставить то особо и нечего уже. Или интуиция. Отчаянный уже есть. Ну и стоит также у меня маскировка. На самом деле, тоже она помогает. Тут, несмотря на то, что танк большой. Но все-таки помогает. Наверное, надо у командира вместо мастера-оружейника тоже поставить. То есть, мастер на все руки. Тоже поставить маскировку. Ну вот, в целом, вот такой вот набор на Т-34. Следующий танк у нас 54-ка. Очень мне нравится этот танчик. Но до конца я еще не решил. Хочется на него взять маскировку. Но не знаю, что убрать. Может быть, даже вы мне подскажете. Но я пока остановился вот на таком варианте. Вентиляция, стабилизатор и досылатель. Вместо вентиляции можно поставить просветленную оптику. Можно, конечно. Но вентиляция она в основном хорошо работает. Именно с боевым братством. Поэтому я ее поставил. Также у меня тут есть ремонт, конечно же. И то не на 100% прокачан. Но все равно 54-ка довольно быстро чинится. Потом у меня есть бесконтактная боеукладка. Точно не знаю. Может быть, ее и убрать. Потом есть король бездорожья. Для того, чтобы по пересеченной местности быстрее заходить противнику в тыл. И есть снайпер. Потому что все-таки у танка высокая скоростреленность. И чаще можно критовать модули. Есть также, конечно же, лапочка. В общем, она обязательно просто. Вот такой вот набор на 54-ке. Но он еще спорный. До конца я не решил. Возможно, вы мне подскажете, как лучше. Потом объект 268-й идет у меня. Вы видите, что тут много перков. Таких же, как на Е4 у меня. Но тут я сделал упор на маскировку в первую очередь. Хотя у командира пришлось маскировку на 50% всего брать. Потому что нужно обязательно лампочку на 100% иметь. Есть тут боевое братство для того, чтобы улучшить ДПМ. Который и так не самый плохой. Ну, какой он? Не самый плохой. Он просто шикарный ДПМ у объекта 268-го. И с боевым братством, и с вентиляцией еще лучше все дело обстоит. Потом ремонт, конечно, без ремонта на ПТ. Вообще не знаю, как можно играть. У заряжающего тут пожаротушения стоит. Но опять же, потому что нечего взять. Хотя, конечно, можно, например, взять отчаянного тоже хорошо. Этот перк помогает. Но тогда придется и за ремонт, и за маскировку на 50%. Что, в принципе, мне особо не нравится. Потом есть Виртуоз, чтобы быстрее крутиться. Но можно и что-то другое взять, например. Ну, не знаю. Пока еще сам не решил. По мне так Виртуоз полезный перк. Плавный поворот башни также есть на 50%. Вы, наверное, спросите, а где тут башни? Но на самом деле башня, это именно вот когда вы поворачиваете стволом, это именно и есть тот разброс. То есть этот перк работает именно на этот разброс, когда вы поворачиваете пушкой. Ну, вот такой вот у меня набор перков. И, кстати, камуфляж поставил сразу. Это лучше стало, меньше светился. В общем, тоже обязательно, но хотя он и стоит. За голду его можно купить, но можно и за серебро. Итак, вот какой у меня набор перков и оборудований на суперпершинге. Стабилизатор. Досылайте. Также тут должна быть вентиляция. Куда-то она пропала. Кто-то, видимо, украл. Есть также боевое братство, чтобы быстрее ползти и улучшить ДПМ. Есть также чистота и порядок, потому что мне показалось, что суперпершинг слишком часто горит. Есть, конечно, ремонт. И есть бесконтактная боеукладка. Опять же, боеукладку ломают частенько. Ну и остальное все по стандартам. Там лампочка. Дальше у нас АМХ-50 Форж. Тут, на самом деле, набор стандартный для ПТ. Маскировка, ремонт, плавный поворот башни и виртуоз. Хотя можно вместо виртуоза, опять же, что-то другое придумать. Например, не знаю там, чистота и порядок. Ну, хотя она редко горит, эта ПТ-шка вроде бы. Ну, я считаю, что виртуоз, он в целом очень полезный перк для ПТ. Позволяет быстрее там повернуться. Вас, может быть, не закрутят и вы останетесь в живых. Хотя эта ПТ-шка, она крутится очень быстро. Следующий у нас танк Hellcat. Для этого танка я выбрал в первую очередь маскировку, ремонт. Также тут есть плавный ход и плавный поворот башни. И, конечно же, лампочка. Радиоперехват, чтобы улучшить обзор. Это тоже очень важно. И бесконтактная боеукладка, потому что сейчас там, мне показалось, боеукладку ломает Hellcat. Но вместо, например, плавного хода или плавного поворота башни, можно что-то другое взять. Это уже на вкус и цвет. Также тут есть усилные приводы у меня, досылатель и просветленная оптика. Ну и камуфляж тоже для Hellcat довольно-таки полезен. Был у меня также отличный танк ВК-3601 Henshin, но, к сожалению, я его продал, потому что мне понадобился экипаж для ВК-3001. Отвратительный, честно говоря, танчик. Но перки на нем вот такие вот. Опять же, с ВК-3601. Маскировка тут есть. Снайпер, потому что отличная скорострельность. Потом Виртуоз, чтобы быстрее поворачиваться, потому что немецкие танки, они медленно поворачиваются. Это минус. Его нужно убирать. Также Орлиный Глаз, чтобы улучшить обзор. Это очень важно. И радиоперехват тоже улучшает обзор, что крайне важно. Опять бесконтактная боеукладка. Часто я использую. В общем, этот перк. Ну, это, я думаю, не лишним будет. Когда у вас сломает боеукладку, то эффективность снижается там серьезно. Ну и последний танк, который я хотел бы вам показать, это АМХ-50100. Из оборудования я чаще всего ставлю усиленные приводы наводки и вместе с стабилизатором вертикальной наводки. И ставлю также вентиляцию. Почему сразу усиленные приводы наводки и стабилизатор? Ну, потому что сведение крайне долгое. А на АМХ-50100 важно каждым выстрелом пробивать противника. Потом из перков у меня есть ремонт. Бесконтактная боеукладка. Ну, это понятно. Если боеукладку сломают французу, то это просто конец будет. Потом есть король бездорожья. Видите, я часто использую этот перк на быстрых танках. В целом он полезен. Но можно вместо него что-то другое тоже выбрать по своему вкусу. Есть также снайпер, который позволяет чаще критовать модули. Особенно учитывая то, что барабан есть. Шесть выстрелов наверняка что-нибудь да сломаете противнику. Потом плавный поворот башни, потому что опять же сведение долгое. Да и перк этот мне очень нравится, как вы наверняка поняли. Ну и лампочка обязательно. В конце маскировка также идет. На самом деле недоволен я, что ее так мало. Лучше всего, чтобы у АМХ-50 100 маскировка была побольше. Потому что этот танк должен где-нибудь в кустах стоять, ну, расстреливать противников. В общем, не должен. Он часто светится. Потому что брони у него нету, и противники его любят фокусить. И на этом все. Спасибо всем, что смотрели. Надеюсь, видео было вам полезно. Помните, что я не всегда на 100% уверен в своем выборе. Если вы даже что-то лучше меня знаете, то есть у вас хорошая статистика, хорошо получается играть на каком-то танке, то можете даже мне что-то подсказать, посоветовать. Я же в свою очередь рассказал все, что я знаю. Своё мнение о перках можно сказать. Вам рассказал. Ещё раз спасибо. Удачных вам боёв. Пока, друзья.